Вечер 22 июня у дома номер 2 по улице Фрунзе собрались жители ближайших многоэтажек. Людей волнует будущее микрорайона. На сегодняшний день в основном людей беспокоит отсутствие какой-либо информации достоверной о том, что будет происходить и на каком основании. Пока люди видят, началась вырубка сосен, елей и берез на примыкающей к многоэтажкам лесополосе. Эта полоса не сама по себе образовалась в свое время. Были затрачены немалые средства предприятия стеклопластик, которые находятся совсем рядом в промышленной зоне. И эта полоса насаждалась для защиты жилых домов от загазованности и других неблагоприятных факторов. В районе предполагаемого строительства дня три назад появился такой информационный щит. А еще раньше стали вырубать деревья. Повесили ленту вот так вокруг, чтобы люди не ходили. И рубили давно, уже подсыхает сосна. Я хотела как работник леса. А если пожар будет, почему они срубили и не убрали древесину? Пока жители микрорайона обладают неподтверденной информацией по факту строительства в непосредственной близости к их домам автомагистрали. Планируется проложить автомагистраль с круглосуточным движением для прямого соединения с трассой М-10 и для направления потока большегрузов, то есть большегрузного транспорта в непосредственной близости жилого квартала. Близость непосредственно какая по вашей информации? У меня была информация, что 20 метров, но сейчас вроде бы стали пытаться что-то уточнить 30 метров. В поисках ответа люди обращались во все инстанции. Конкретного ответа пока нет. Я задала вопрос, а как люди будут переходить дорогу, чтобы погулять в Комсомольской роще. Мне сказали, что для удобства жителей будет проложен здесь подземный переход. Я говорю, как вы думаете, как будут пожилые женщины и матери с колясочками спускаться в подземный переход и подниматься наверх? И с другой стороны, мы сегодня прошли с инициативной группой, посмотрели вырубку этого леса, и они уже дошли до нашего угла. Осталось два дерева, которые осталось спилить, и что пошла просто пустая зона. Морозова Елена Геннадьевна, я являюсь куратором заводского общества инвалидов, членом правления городского общества инвалидов. У меня квартира тоже выходит сюда, три окна выходят сюда. Я ищу аллергик плюс, у меня второй этаж. Я вообще с ужасом думаю, что это будет. У меня таких инвалидов здесь на улице много, и нижние этажи тоже, трехкомнатные квартиры, все выходят сюда. Я вот живу здесь 43 года, 43 года. Пластик дымил, этот самый, как его, центросвар дымил, лакокрасочный завод был дымил. Сейчас тверпак у нас есть, нам еще дороги для полного счастья не хватало. У нас только здесь белочки начали, зайчики, лоси выходят, волки, даже волков видели, лисы видели. И что сейчас будет тогда здесь? Вечером 22 июня участники собрания подписали новое обращение и проголосовали за его принятие. Будет направлено в адрес президента Российской Федерации, председателя Государственной Думы Володина, генеральному прокурору Краснову, губернатору Тверской области Рудени и вообще Российский народный фронт. Пока жители микрорайона ждут достоверной информации о том, что будет и чего ждать. У самих жителей многоэтажек есть конкретный план выхода из ситуации. Мы не ретрограды, мы за прогресс, мы за транспортные развязки, мы за улучшение всего, что только можно. Можно перенести эту дорогу даже не в соседний квартал, а значительно ближе. Вот это буквально пешеходная доступность. Это будет 100-150 метров. Как было, что эта дорога от нашего домов, вот сюда она идет, до этой части, это где-то 150 метров. Мы ждем комментарий от представителей регионального дорожного фонда, представителей власти и правоохранительных структур по сложившейся ситуации.